А вот и еще один дискуссионный клуб по вселенной Гарри Поттера. Должен заметить, что с каждым выпуском, который выходит довольно редко, как видите, стоящих вопросов все меньше и меньше. Это является причиной. Часть повторяется, это бывает. Часть откровенно глупые, тоже нормальное явление. Часть, при этом большая часть, за гранью того, что мы можем понять по этой вселенной в принципе. Это самое интересное. Но все движется к постепенному завершению рубрики, что не может не радовать. Все должно когда-нибудь закончиться. Но не сегодня. Сегодня опять пачка вопросов, на которые я, профессор Академии Патриана и доктор магических наук, постараюсь ответить. Вопрос про волшебную палочку Володи. Разве это не ключевой момент обвинения? С палочки снимает данные о всех произнесенных заклинаниях в обратном порядке и таким образом можно установить, кого он убил и что колдовал. Ведь магия сложная вещь и трупы зачастую просто не находят, а людям, а люди и магии считаются пропавшими без вести. Еще можно узнать много новых заклинаний, которые изобрел Володя, ведь даже Снейп их изобретал. Обвинение кого? Что, у кого-то были сомнения насчет того, что лорд Волдеморт виновен в убийствах и массовых беспорядках? Если ты о юном Редли, так Морфин это сам признал. И, как сказал Дамблдор, зачем возиться со сложными заклинаниями, когда признание уже в руках? Что до заклинаний, приори инконтантом показывает их, а не раскрывает их структуру. Подобный эффект не научит волшебников новым заклинаниям. Да и, в принципе, чему-то можно было научиться. Архисложным заклинаниям тьмы, которые только Волдеморту под силу, в этом нет смысла. Как работает система магов и маглов в плане власти? Получается так, что у магов министр, что-то вроде президента или, в нашем случае, королева Елизаветы. Или министр магии подчиняется премьер-министру или королеве. Просто непонятно, кто, например, будет судить мага-полукровку или просто мага, который совершил преступление в обычном мире, полицейский или министерство. Предположим, маг убил человека из оружия, а то, что это маг, никто не знает. В таком случае, как быть? Кстати, возник еще вопрос, как же в Косой Переулок попали родители Гермионы, если они маглы? Косой Переулок же видит только маги, если я правильно понимаю. Вопрос судов вообще самый сложный в любой стране. Бюрократия там берет вверх и не отпускает процесс, пока не доведет его до высшей точки абсурда. Я не удивлен, что Роулинг не выдавалась тут в подробности. Тут юристы репы чешут. Я не всегда тоже понимаю, что и как применять, хотя я юрист по образованию. Министр магии, судя по всему, подчиняется лишь самому себе. Однако он обязан отчитываться перед высшей властью страны и считаться с ней. Потому что только в сказках магии могут скрываться от власти сотни лет. Ага. А в службах безопасности одни профаны сидят при том, да? Так что существование магов прекрасно известно властимущим. Но в их же интересах не раскрывать этот факт. Это применимо ко всем странам. А если брать конкретно нюанс подчинения, кто перед кем выплясывает, то тут от страны зависит. В Британии, видимо, министр магии – это верхушка сообщества. Во всяком случае, не создавалось впечатления, что был кто-то еще выше. Если только там, конечно, не сидел какой-нибудь Сноук. Ну а принадлежности, я думаю, просто если убийца маг, то стреляя ему хоть из пушки, судить его будут магии. Ну а если случай резонансный среди маглов, то маглы посадят его уже по магической системе, в магический же Алькатрас. И, соответственно, наоборот. Смотря обзоры котики, я услышал интересную мысль. Почему маги празднуют Рождество, а также другие библейские праздники – Пасху, Хэллоуин? Хэллоуин – библейский праздник? Интересно. Иисус – это же Бог. Или он у них супермаг? Или что? Ну, давай начнем с того, что все-таки Хэллоуин – это не библейский праздник. Ну и хватит об этом. А насчет вопроса, как бы тебе сказать? Это одна из двух крайностей. То есть, если брать христианство или даже католицизм, то колдовство – оно от дьявола. И любой колдун служит ему. Ну, понятно, кому – сатане, да? То есть, никакое празднование Рождества не спасет. Следовательно, два выхода. Либо сделается акцент на том, что все это богомерзко, что в книге будет неуместно. Ну, не в это уж точно. Кстати, в книге Пори Гатор есть такой персонаж, священник Магл, который как раз таки вот с такими инквизиторскими замашками. Получается смешно. Либо же вторая крайность, более удобная для книги – делать вид, что колдовство – это нормально и совместимо с верой. Притом, опять же, сколько из атеистов празднуют Рождество, Пасху и прочее, не понимая ни значения праздника, ни его истоков. Кстати, верующих это тоже касается, коль на то пошло. И все же едва ли все маги-патрианы – атеисты. Это, кстати, нормальное явление даже в, казалось бы, полностью атеистическом обществе. Ну, об этом мы сейчас не будем. Вопрос веры Роулинг, наверное, так же намеренно не поднимался, как вопрос углубленной политики. Чтобы раздоров не создавать, ей нужна была растущая сказка, а не еще один ведьмак. Это уже сейчас все поменялось. Пришла мода на ЛГБТ, изживи и прочие аббревиатуры. Вот поэтому персонажи вдруг чернеют и меняют ориентацию. Если вдруг придет мода на религию, а такое вполне возможно, и частично уже такое происходит, то этот вопрос в продолжениях поднимется, будь уверен. И поверь, настоящие верующие будут этому тоже не рады. Вы в одном из выпусков дискуссионного клуба по Гарри Поттеру говорили о Фиделиусе, и что про тайну знали только мародеры, как тогда в дом проник Снэйп, или это выдумка фильма. Нет, это не выдумка, Снэйп был в кругу доверенных, и он туда всю пятую книгу шастал спокойно, ничего не изменилось. То заклинание Грюма, что навели на дом, оно, как бы помягче сказать, хренота, которая Снэйпа бы не остановила никак. Все дело в том, что Грюм точно так же считал, что Снэйп предатель, а он им не был, и поэтому призрак Дамблдора, заворачивавший ему язык, ну, это несерьезно. Не для Снэйпа уж точно. Почему маги скрываются от маглов? Ведь маги умеют управлять вещами, за секунды восстанавливать любые повреждения, быстрее лечить и вообще много чего полезного умеют. Если поставить на завод штук 10 магов, то они заменят 100 обычных людей. Так почему бы не внедрить магов в магловскую промышленность, медицину с наукой? Тогда бы наука развивалась в десятки раз быстрее. А так, вместо реально полезных дел они заняты бесполезными вещами, а вместе с магами человечество добилось бы огромных достижений во всем. Это цинизм какой-то. Магия обладает такой силой знаниями, а использует это не по назначению, а могли бы спасать и улучшать жизнь миллионов обычных людей. Ну, давай начнем с того, что маги и без нас маглов прекрасно себя чувствуют. И нахрен мы им как абуза. И дальше, смотри, вот ты сказал про огромные достижения. Сразу вспомнились достижения в робототехнике. Тактильность как у человека, подобие интеллекта, способность выполнять команды. Представь, какие это возможности открывает. Тяжелый труд, спасательные работы, работа на вредном производстве, просчета научных открытий. Да, только вот я тебе гарантирую, вот как только человекообразные роботы будут изобретены, первая отрасль, где они появятся доступными для покупки, это будет секс-индустрия. Это, к слову, о полезных достижениях. Люди ненавидят тех, кто отличается от них. И всегда будут ненавидеть. Тут и магия-то не нужна, чтобы друг друга не любить, правда? Не будет никаких великих открытий. Будет война, очень жестокая и кровавая. Кстати, посмотри старые советские фильмы. В одном из них, помню, персонаж говорил, как лет через 30 комбайны будут сами урожай собирать без водителя. Ну вот, беспилотники уже есть. Сильно нам это помогло в быту? А вот бандитизму магия, безусловно, поможет. Зачем лечить бесплатно, когда можно за огромные деньги, да? Зачем прятать труп, если можно его трансфигурировать в кость и закопать на огороде, как это было с Барти Краучем Старшим? Зачем вламываться в форточку, если можно пройти сквозь стенку? Ну и так далее. Это все хорошо только в теории. На практике мы, люди, умеем все превращать в грязь. Если маг увидит фотографию поверхности Луны, может ли он туда в теории трансгрессировать? Едва ли. Тут дело даже не в фотографии и в знании того, куда трансгрессируешь. Я вот не помню, были ли персонажи когда-нибудь в лесу Дин, но они туда трансгрессировали уж точно не потому, что запомнили конкретно ту опушку. Дело тут скорее в определенных магических правилах. И Луна наверняка вне зоны доступа волшебных прыжков. Тем более, если учесть, что Луна сама по себе имеет волшебные значения, наверняка там правила волшебства совсем иные, и они еще не изучены магами. Во всяком случае, до конца. Возможно, кстати, у кентавров по этому поводу гораздо больше знаний, ведь они, ну, больше связаны с изучением планет. Судя по тому, что можно вычитать в книгах. Хотя, опять же, не факт. Возможно, они просто выделываются. И вообще, кентавры те еще уроды. Ну их нафиг. Что мне непонятно, так это, как мир Гарри Поттера вообще умудряется прийти к тому состоянию, которое описано в книгах. Понятно, конечно, что Роулинг просто взяла нашу уже сформированную реальность и пришла... вернее, пришила к ней реальность магическую. Но, как мне кажется, существуя магия на самом деле, то вся история сложилась бы иначе. Ну это гадалки, не ходи. Из древних времен, когда первые шаманы обнаружили бы в себе настоящую способность управлять огнем, лечить раны или говорить с духами, именно они бы правили обычными людьми... Так они и правили. Они и правили. Вместо того, чтобы скрываться от них. Да никто от них не скрывался. Скорее всего, власть магов стала бы чем-то самим собой разумеющимся за тысячи лет. И к 20 веку ни у кого бы, кроме скучающих философов, мысли бы не возникало, что магол может быть равен колдуну, а не просто прислуживать ему. Что до сопротивления магам, то у него были бы шансы только поначалу, пока волшебники не вывели свои самые действенные заклинания. Да и то вряд ли. Ведь людям всегда было свойственно идти за теми, в чьих руках силы. Ты упускаешь один важный момент. Действие всегда, всегда рождает противодействие. Угнетенные всегда восстают против угнетателей. Уже ни одна империя так рухнула. Рокотанская, например, правда, с нюансами. Ну, разумеется, и полно реальных случаев было. Просто открой учебники истории древней, почитай. Про восстание рабов, например, почитай. Да, там не колдовали, но поверь, власть и финансы покруче колдовства будут. Ну так вот, среди восставших обязательно найдется какой-нибудь талантливый герой, своеобразный ревун, а то и вовсе маг. Или же целая прорва магов. Потому что будь уверен, что далеко не всем магам будет нравиться положение вещей. И как минимум потому, что некоторых магов все равно будут угнетать, потому что борьба за власть будет идти в том числе и среди магов. И кто-то захочет руками магов решить свои проблемы. Это же политика. Самая обычная политика, только с применением магии, как дополнительного правила, вот и все. Как видишь, мы вон тоже, по большому счету, и без магии постоянно стараемся доминировать друг над другом, но почему-то сейчас живем не в рабовладельческом строе. Хотя нам пытаются активно рассказывать, что так оно и есть. Но если ты сидишь и смотришь это дома, или там, не знаю, едешь в маршрутке и слушаешь это со своего планшета, а не на нарах, да, то это совсем не так. Почему во времена событий второй части, когда пришлось ждать, пока зазреют мандрагоры, школе просто не закупить нужное количество растений? Или даже просто попросить у министерства? Обстоятельства, по-моему, не позволяют медлить. Окаменевшие пропускают несколько месяцев учебы вообще не функционируют. Возможно, это ляп, но интересно узнать твое мнение, вдруг я ошибаюсь. Смотри, у меня есть веское подозрение, что те мандрагоры и закупать-то не надо было, они и так уже были в наличии, даже и ждать-то было не обязательно. Просто Дамблдер вел свою игру. Он контролировал процесс, во всяком случае, первое время. А слухи о мандрагоре это просто обычные слухи, которые, например, уголовный розыск распускает через СМИ, то есть это информация не для обывателя, а для самих преступников, которая, скажем так, побудит их действовать в нужном направлении. Потому что я не верю, что нужно было год ждать мандрагоры. Ну то есть реально, что ли, их нельзя было закупить, и школа вроде не бедная, должны же быть запасы, как минимум, в кабинете зельеварения, где куча всяких там банок стоит, да? Ну а что до учебного процесса, да, тут директор конкретно так рукой на все махнул. Думаю, он и сам это понимал, но без жертв в такой игре было не обойтись, и это жертва минимальная. А на кону стояла победа над Волдемортом, либо же новая тирания Волдеморта и бесконечной смерти. То, что мы видели в седьмой книге, помните, там по радио говорили, тех убили, этих убили, маглов убили, просто так убили, там вместе с семьей, там еще кого-то, а водокедаврой замочили. Это верхушка айсберга, было бы гораздо хуже, если бы его вовремя не убрали. Здесь, к сожалению, пришлось пожертвовать, в том числе образованием целого поколения. Вопрос первый. Можно ли сварить оборотные зелья, если человек лысый? Волосы с рук, ног, бровей подойдут или нет? Вопрос два. Предположим, у родителей волшебников родился ребенок, не поддающий признаков того, что он волшебник. У родителей сразу вопрос, он скрип или нет? Они в таких случаях отдают ребенка в магловскую школу или нет? И еще. И еще кое-что, да? Если взрослый маг захотит жить в мире маглов, у него не будет магловского образования, что ему делать? Оборотное зелье не обязательно должно быть с волосом, можно и ноготь туда булькнуть. А вообще кусок плоти на самом деле любой можно. Просто волосы как-то более сподручно, не так мерзко, как те же ногти. Волос с брови, из носа или с лобка тоже подойдут. Приятного аппетита. Если ребенок не подает признаков волшебной силы, то да, его дают в магловскую школу. Не ходить же ему темнотой, правильно? Что до подрастающего и взрослого мага тут на выбор. Они могут социализироваться в обоих мирах. Если взрослому магу или даже сквиву понадобится магловское образование, он пойдет и получит его. Не вижу никаких преград этому вообще. Это и тогда было, и сейчас, когда в принципе ты можешь и в 30, и в 40, и в 50 лет дополучить недополученное ранее даже среднее образование. Это не то, чтобы прям сильно распространено, но это вполне возможно, и никем уж точно не порицается. А можно ли использовать иной катализатор магии, кроме палочек и посохов? Можно ли создать себе катализатор другой формы? Да можно, конечно. Вуагаду колдует чаще всего пальцами вообще, просто щелчком. А ты можешь себе скрафтить хоть палочку в виде того самого изделия известной формы. Только вот не забывай, что создавать палочки может далеко не каждый обыватель. Палочка в форме палочки очень практична для английских волшебников. Изобретать велосипед и выпендриваться мало кто желает. А так, в принципе, да, в Болгарии, например, колдует при помощи посохов в основном. Хотя, опять же, по желанию. Интересно, когда волшебник умирает, его палку с ним закапывает или же отправляет на переработку? Ну или типа того? Когда как. Иногда хоронят вместе с хозяином, как в случае с Даммэлдором. Иногда родственники оставляют себе на память. Она не будет слушаться наследника в полной мере, но выбирать не приходится иногда. Как вот в случае с Невиллом. Хотя его отец был жив, все же он пользовался палочкой отца, а не своей. Вряд ли он отобрал ее в бою, согласитесь. А вот после пятой книги он уже получил личную палочку. И примерно та же история с Роном, который сначала пользовался палочкой брата, кажется. То ли Чарли, то ли Билла. А потом, после того, как сломал ее, получил новую. Это еще частый вопрос достатка. По поводу обучения Хагрида в Хогварте. Я уверена, во время обучения Хоге... Хоге. Он уже был больше сверстников. Он в четвертой книге вроде бы упоминал, что мог поднять отца одной рукой. Так вот, где Хагрид спал? Кровать ее на слишком маленький для него. Где ел? Как сидел на уроках? И как мылся? И пардон, ходил в туалет. Далее, из-за его размеров, он явно терпел насмешки со стороны других учеников. Да, Флитпик тоже, так сказать, нестандартного размера. Но он, скорее всего, хорошо учился и был сильным волшебником. Да и низкий человек это не полунигант. И еще! Ведь Хагрида исключили примерно в 13 лет. Не мог же он с этого возраста листничем работать. Заранее спасибо. Как ни странно, но именно в 13 лет Хагрид и стал листничем. Это Дамблдор как-то ухитрился уговорить Армандо Диппита оставить Рубиус в школе. Возможно, тут сыграло его происхождение, ведь уже в 13 лет Хагрид выглядел так, как не каждый взрослый может. А уж силы ему было точно не занимать. Хотя по характеру он был еще ребенок. Ну и психологически на самом деле тоже, что частично, частично отразилось, ну, на его взрослой жизни. Но едва ли Дамблдор оставил его без напутствия и заботы. Неспроста же Хагрид постоянно повторяет, что Дамблдор великий человек. Значит, тот наверняка в его жизни сильно поучаствовал и не только спасением от изгнания. Ну а то, что смеялись, да, наверняка так и было. Дети очень жестокие. И поверь, Флитлика это тоже стороной не обошло. То, что ты говоришь, что карлик как бы менее неприглядный, чем полугигант, поверь, это не так с точки зрения детей. Совершенно не так. Ну а что-то того, где он ел, где он спал, господи, заклинание увеличения, заклинание уменьшения. Дамблдор вон спокойно выколдовал в министерстве стул, чтобы сесть, да, точнее даже не стул, а кресло. Ты что же думаешь, он не мог, он или Дипит, или кто-либо другой, в принципе, преподаватель, не мог выколдовать нормальную кровать или увеличить в размерах унитаз? Поверь, это делается просто. И в том числе даже и с унитазом. Ты помнишь, какие-то там трубы были? Огромные. По ним Василиск проползал и не задевал. Нормально. Во-первых, что за ерунда творится с тайной комнатой во второй части? Как и когда Джинни успевает проворачивать свои темные дела, не оставляя никаких следов на себе? Открыла комнату, вызвала Василиска, зачем-то устроила потоп, подождала расправу над кошкой, повесила ее на стену, написала красные тексты кровью или краской, ибо крови там дофига понадобилось, и убежала, ни в чем каким-то образом не измазавшись. И это за тот промежуток времени, за который Гарри услышал Василиска в кабинете Локонса и добрался до туалета. И внезапно к месту происшествий стягивается добрая половина школы, включая директора. Можно очень хорошо подогнать это под большую игру. Но Дамблдор реально будет рисковать жизнями детей и профессоров, зная, что по школе ползает ни много ни мало самая опасная тварь, какую можно найти в волшебном мире. И почему эти похождения Джинни не были раскрыты сразу? Ведь в этом замке висят тысячи живых картин, летают сотни привидений. Одно из них даже почти явно специально встало между Василиском и Джастином. А одно даже живет в этом злочастном туалете. Кажется, Мертел вообще должна была пострадать от Василиска в первую очередь. Так, давай сразу отвечу на вопрос, то вы их так задаете по сто раз, я путаюсь. Если уж принимать большую игру за истину, то ты сам или сама, не помню, кто это писал, ты знаешь, что у Дамблдора за его объектами велась такая слежка, что министерство бы позавидовало. Опасно, да, ну что ж теперь. Ради всеобщего блага, что поделать. Иного пути просто не было. Я уже говорил про это. Что до Джинни, тут правда лишь отчасти. Я вот запамятовал, каюсь, много времени уже прошло с момента последнего перечитывания книг, но, по-моему, она даже сама говорила, что как минимум намочила одежду в один момент, или руки в перьях были, когда петухов душила, не помню уже. Но не совсем бесследно. Отдельный вопрос. Чем Василиск таким питается, что о его присутствии никто не знает? Мышами или святым духом? Во-вторых, интересное наблюдение выходит, что Снэйп является причиной того, что Гарри выжил в Годриковой впадине. Ведь без Снэпа Лили не смогла бы использовать заклинания жертвы, так как это предполагает добровольную смерть при возможности спасти самому. И именно благодаря Снэпу Волантеморт изначально не собирался убивать Лили, а предлагал ей просто отойти, не мешать. Какое ваше мнение на этот счет? Третье. Как метла-молния была куплена Сириусом? Приведенная в книге схема вызывает усмешку. Волшебный банк приперся уродливый... Да ладно, хватит, что ли, уродливый. Уродливый рыжий кот с письмом от имени никому неизвестного единственного человека, пережившего убивающее проклятие, с просьбой снять деньги со счета другого, никому неизвестного единственного человека, совершившего побег из-за скобана. Что очень правдоподобно не вызывает вопросов у служащих банка и министерства. Четвертое. Как в Хогвартсе распределяли занятия на 28 групп студентов при таком малом количестве преподавателей? 14 групп, если учитывать занятия по паре с другим факультетом. Но каждый препод должен разорваться на целых 7 курсов, по 2 группы на каждом и преподавать 7 разных по уровню программ. Справился бы только Локонс. По логике там должно быть по несколько преподавателей на каждый предмет, кроме совсем уж специфичных. Как в обычной школе. Пятый. Ну и не очень относится к теме, но затронем физиологию. Конечно, никто не трахается на фоне единорогов, я с этим согласен, но тем не менее мне интересна интимная жизнь студентов Хогвартса. Ну, так понятное дело. Что же, вам еще может быть интересно, юные сла не шиты. Ведь начало половой жизни как раз обычно приходится на 16-17 лет. Ну да. А у волшебников вообще совершеннолетие наступает в 17. Ну, это же техническая сторона. И как бы переть против природы не особо получается. Как вы считаете, было ли в Хогварте место интимной жизни? Не в произведении, а именно в Хогварте. В произведении, разумеется, это излишне. Хотя в книге им можно наткнуться на очень непрозрачные намеки. Ммм, да. Обожаю такие пачки. В кавычках обожаю. Теперь по порядку. Чем питается Василиск? Да всем, что в рот полезет. Учениками, например. Только вот он может столетиями спать без питания вообще. Чем он и занимался долгие годы. Является ли Снейп причиной выживания Гарри? Да. Одной из причин, но не в случае с Годриковой впадиной. Не расскажи вам Волдеморту о пророчестве. Пошел бы тот убивать Поттеров. Скорее всего пошел бы, но при других обстоятельствах и по другой причине. Но это все из раздела может быть. Далее про молнию. Да, ты не поверишь. Пришел рыжий кот, оплатил метлу золотом из банка преступника в розыске. Опять же, в деле большая игра. Я уверен, Дамблдор использовал связи с гоблинами Грингосса, чтобы в обход министерства, которые те всегда недолюбливали, это видно по всем книгам, сообщать Дамблдору о подобных случаях. Притом, допуская их эти самые случаи и упорно делая вид, что ну все в порядке. Потому что, будем честны, Сириус весь третий и даже четвертый курс вел себя как баран. И не попался только лишь потому, что Дамблдор его незримо прикрывал. А не потому, что он такой вот весь крутой, неуловимый. По поводу преподавания, не знаю, но не стоит забывать, что в Хогварте помимо постоянно мелькающих в рассказе учителей, есть еще немало тех, кто почти не появляется. Грабли, Дерг, Синистра, Бинс и прочие. Вот Бинс, кстати, высправился, ему хоть 7, хоть 107 урок, призрак же. Если речь о фильмах, то от них вообще нельзя отталкиваться, когда ищешь логику в романах. Пятый вопрос про интимную жизнь студентов. Да, разумеется, было. Они ж тоже люди, тем более, как ты правильно заметил, подростки. В книге все целомудренно, и то, местами, как ты опять же сам заметил, проглядывается в лечении. Например, святочный бал в четвертой книге. А в жизни так не бывает. Так что да, интимная жизнь была. Другое дело, попробуй тут поинтимничай, когда вокруг летает Пивз и расхаживает Снэйп. Тут весь стояк опадет, простите за мой французский. Я не думаю, что там особо кто-то кого-то прям трахал, хотя не исключено. Но вот обычное такое вот подростковое влечение, вроде поцелуев, обнимашек, да, было. И его не могло не быть. Так что фанфики про Гермиону, изменившуюся за лето, это чистейшая правда. Ну, в каком-то смысле. Что ж, вот на этой вот интересной ноте, веселой, мы, наверное, закончим. Знаете, что самое смешное? Были и другие вопросы, только вот они были заданы в других роликах, и у меня нет никакой возможности выискивать их, сами понимаете. С момента, когда я начал отвечать на все эти вопросы, прошло еще несколько месяцев, на самом деле. Так что с последнего ролика рубрики прошло, наверное, уже года полтора. Что поделать, такова жизнь кругом дела. Но ничего, если у вас есть вопросы, задавайте их под этим роликом, или же в группе ВКонтакте в разделе «Вопросы по этой вселенной», ссылка в описании. Тегов никаких не надо, идея была не очень, я от нее решил отказаться. Также буду рад, если вы поддержите проект, подписавшись на Патреон, или же иным способом финансово поучаствовать в его существовании. Раз уж я редко делаю эти ролики, и они такие, больше про поболтать, да, чисто для фанатов канала, почему бы не упомянуть об этом. И большая просьба, пишите вопросы так, чтобы их можно было читать, не скрипя зубами. Я, в конце концов, тоже человек. Надеюсь, вам было интересно. Мне вот, например, определенно было. С вами был, как обычно, магистр Патрианы и доктор колдовских наук, будь они неладны. До встречи в следующем выпуске дискуссионного клуба.